Здравствуйте, дорогие друзья! У нас начались волнующие события, которые некоторые считают прямо-таки судьбоносными. У нас пока арестовано, но еще не прошел суд, над бывшей первой вице-премьером Московской области, над заместителем министра обороны, господином Ивановым. И я думаю, что это только начало некоторого процесса. В Дагестане 20 местных руководителей энергосетей задержали не местных энергетиков, а эффективных менеджеров, как я понимаю. Ну, эффективных менеджеров тоже. То есть, при том, что борьбы с коррупцией как явлением пока нет, правила никто менять не собирается, порождающую коррупцию. Но, тем не менее, очередной урожай коррупционеров снимают. И это новость хорошая. Не нужно преувеличивать ее значение, но новость хорошая. И у этих нехороших, но все еще очень сильно глубоко уважаемых чиновников, чуть не сказал авторитетных предпринимателей, ну, скажем так, авторитетных государственных деятелей Российской Федерации, это, наверное, будет точнее, у них, естественно, будет конфисковывать большое количество имущества. Уже конфискуют. Разумеется, не все, что нам покажут по телевизору, у них будут конфисковывать, потому что по нынешним законам, любезно выправленным либералом Медведевым, который сейчас изображает из себя труба патриота, но выполняет важную функцию, потому что люди бросают пить, просто прочитав его телеграм-канал, вот этот самый господин Медведев, когда он был патриотом, извините, когда он был либералом, президентом, он дал огромное послабление для коррупционеров, позволил им откупаться за раскрытые взятки, по сути дела, из нераскрытых, и, естественно, никто даже не говорит о конфискации имущества как такового. Нас конфискуют только то имущество, преступность происхождения которого доказана. Это грубейшая юридическая ошибка, грубейшая методологическая ошибка, но на этой ошибке с 2003 года твердокаменно настаивает «Единая Россия» по совершенно всем понятным и очевидным всем причинам, которые большинство самих единороссов, по-моему, даже и не пытается скрывать. Но, тем не менее, какую-то часть украденного авторитетными чиновниками и уважаемыми чиновниками будет конфисковываться в пользу государства. Какая-то часть дворцов будет конфискована, какая-то часть люксовых автомобилей будет конфискована. Естественно, не все. Мы уже помним, как за бывшим министром экономического развития Улюкаевым целая кавалькада в колонию приехала из роскошных лимузинов, причем некоторые из них даже без номеров были, в нарушении всех законов Российской Федерации. Но какая-то часть их награбленного, она будет конфискована в доход государства. И возникает простой естественный вопрос. А что делать с этим имуществом? Продать имущество, награбленное одними ворами и конфискованное у них другим ворам? Или продать имущество, конфискованное у коррупционеров, авторитетным предпринимателям? У авторитетного чиновника конфисковали, авторитетному предпринимателю продали. А вырученные за это деньги заморозили в федеральном бюджете, чтобы, упаси Боже, упаси Боже, они никак не пошли на решение каких-то реальных проблем Российской Федерации. Ну, это федеральный бюджет, за который голосует Единая Россия. И некоторые, примкнувшие к ней каждый год, в этом году 584 миллиарда рублей должно быть заморожено по этому бюджету. И в следующем году более триллиона ста миллиардов. И я думаю, что эти планы будут перевыполняться. Вот возникает вопрос, что делать с этим имуществом? У проклятых большевиков, которых за это ненавидят вся правящая тусовка люто, и мы эту ненависть видим каждый день, у них был принцип «все лучшее детям». Естественно, они этот принцип нарушали. Иногда все лучшее было технологиям. Иногда все лучшее было науке. Иногда все лучшее было для модернизации. Иногда все лучшее было для культуры. Все было по-разному. Но деньги направлялись на созидание, а не на замораживание. За это их, собственно говоря, ненавидят. И у меня к вам простой вопрос. Нельзя сказать, что наш с вами голос будет услышан, но, возможно, он будет в той или иной степени учтен при принятии решений, что делать с конфискованными дворцами, квартирами, автомобилями, яхтами, может быть, даже самолетами. Что с этим делать? По-хорошему, по-честному. Раньше бы проблем не было. При советской власти устроили бы детский дом. Если бы детей-сирот не было, то устроили бы дворец культуры или что-нибудь еще. Сейчас понятно, так сказать, клинику для ветеранов СО. Но это, так сказать, мои мысли, мои ощущения. Напишите, пожалуйста, здесь в комментарии. Сейчас они праздничные. У нас у всех будет время после, так сказать, дачной, чуть не сказал, амнистии, после дачных работ. Кто-то просто будет отдыхать. Кто-то будет работать, как и все праздники, и все каникулы работают. Но все равно у нас будет время подумать. Просто поразмышляйте. Ну, в порядке обмена мнениями. Просто, вот мне действительно интересно, что вы про это думаете. Какая-то часть украденного будет возвращена государству. Не очень большая, но будет. А украли там, я думаю, с учетом тех, кто стоит в очереди, не на десятки миллиардов, а на сотни миллиардов рублей. Может быть и на большую сумму. Вот какая-то часть из этого будет конфискована. Вот простой детский вопрос. Что с этим правильно делать? Как государству правильно распорядиться конфискованными богатствами? С учетом того, что это люксовое имущество, как говорят наши олигархи лакшери, что это не товары повседневного спроса. Это не нормальные квартиры, в которых можно поселить нормальных людей. Да, это если и не армянская роскошь, то во всяком случае это какая-то безумная и запредельная роскошь. Вот ваше мнение действительно, что называется, важно и интересно. Прошу в комменты. Я еще раз подчеркиваю, что это не будет принято к руководству нынешней правящей тусовочкой. Но может быть будет принято к руководству его оздоровленной какой-то частью. Мне пока кроме ветеранов СОО, потому что там большое количество людей, которых нужно психологически нормализовывать и от контузии лечить, и просто психологически восстанавливать, ничего другого не приходит. Но опять-таки это люксовая отделка. Значит, идеи типа дома приемов Министерства странных дел не предлагать. У них есть роскошный дом приемов, прекрасный, совершенно божественный. И как они говорят, им хватает. Спасибо большое. Всего доброго.